Зимой коммуналка в однокомнатной квартире доходит до 3-4 тысяч рублей. Деньги жителей крадут не февральские морозы, а стены домов. На экране тепловизора дом практически светится. Волонтеры подсчитали, что за сезон может уходить 15-40 тысяч. По данным сервиса ГосЖКХ, жилой фонд Казани составляет более 5000 многоквартирных домов. 62% из них панельки, построенные в 50-70-х годах. Планировалось, что срок службы временного жилья составит 25 лет. Отсюда и тонкие стены, и плохая теплоизоляция. Проводили ремонт в 2017 году. Начался с 2016, закончился в 2017 году. То есть промазки швов не было. Последняя промазка швов была в 2000 году. Вы думаете, что в них причина? Я не знаю, но потери огромные, поскольку постольку дует. Действительно, что потери у дома существуют. И потери идут по глади фасада, конкретно через стыки панелей. Плюс активно видно, что тепло уходит из стыки балкона непосредственно с фасадом здания. Тепло на ветер – не только проблема переплат. Проблема экологии и глобального потепления обязывает страны сокращать негативное влияние на окружающую среду. А это не только выхлопные газы машин. Россия входит в пятерку стран с очень большим углеродным следом по непонятным причинам. Потому что лидерами являются США с очень высоким уровнем жизни, Индия и Китай с очень высокой численностью населения. В России невысока численность населения, большая территория. Таким образом, высокий углеродный след – это результат нерационального использования энергии и природных ресурсов. Среди лидирующих по углеродному следу отраслей находится жилищно-коммунальное хозяйство. Для примера, кипячение одного чайника на газовой плите – это потери нескольких граммов природного газа. Таким образом, если просуммировать теплопотери с поверхности трех тысяч казанских хрущевок, то я думаю, что это будут несколько тонн природного газа. Если мы это умножим еще и на время эксплуатации и спроецируем на целый год, то я думаю, что мы получим очень существенные цифры. Жители панелек могут позаботиться о сохранности окружающей среды и своего комфорта сами. По словам волонтеров, горожане способны повлиять на распределение средств из фонда капитального ремонта и организовать утепление фасадов. Ариадна Кугушева, Александр Кузнецов, Универньюз.